Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале! И сегодня мы продолжим разговор о щитовидной железе. И поговорим мы с вами о аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. Это состояние, когда иммунная система атакует ткани организма, вследствие чего нарушается работа органа. Я покажу вам научные работы и оставлю ссылки для изучения. Вы все грамотные люди и сами сможете определить, где истина, а где заученные постулаты. Некоторые товарищи мне пишут, нахваталась по верхам, ничего не понимает физиологии. Между тем, сами в противовес предоставленной мною информации ничего предложить не могут. Тем более, что я не пишу научные работы, а даю вам возможность с ними ознакомиться и сделать свои личные выводы. Мы уже с вами разбирались с тем, почему не усваивается йод и почему нарушениями в работе щитовидной железы в большинстве случаев болеют женщины. И при чем здесь эстроген? И как эстроген влияет на усвоение йода и на образование узлов? Кому интересна подробная информация, ссылки на ролики будут в описании. Итак, мы сегодня попробуем разобраться, почему иммунная система атакует ткани щитовидной железы. На самом деле, аутоиммунных заболеваний много. Это и рассеянный склероз, и ревматоидный артрит, и псориаз, и болезнь Аддисона и другие. А также аутоиммунный тиреоидит щитовидной железы. Если мы поищем информацию в интернете, то можем найти очень грамотные статьи. Вот одну из них я вам продемонстрирую. Ссылку также оставлю в описании. Итак, вот статья. И здесь мы сможем прочитать. Аутоиммунный тиреоидит щитовидной железы это заболевание хронической формы, при котором происходит постепенное разрушение клеток. Нарушается функционал щитовидной железы, так как на нее воздействуют аутоантитела. Поэтому болезнь определяют как аутоиммунную. Причины развития аутоиммунного тиреоидита до конца непонятны. Но специалисты нашли способ значительно замедлить развитие патологии. И дальше мы можем с вами посмотреть. Так. Причины. Вот интересно, да? Там вы можете прочитать. Я оставлю ссылку. Причины. Воспалительные процессы в щитовидной ткани. Наличие хронических инфекций во всем организме. Неконтролируемый прием различных лекарственных препаратов. Употребление большого количества йода в любой форме. Регулярные стрессы, облучение, ОРВИ, вирусная инфекция. Беременности, роды, при которых вероятность развития тиреоидита щитовидной железы увеличивается на 20%. Генетический фактор. Здесь мы обращаем с вами внимание на наличие хронических инфекций в организме и ОРВИ. Дальше смотрим лечение. Вот здесь вы уже потом сами прочитаете. Что же предлагают специалисты для лечения? Если заболевание находится в состоянии гиперфункции, применяется метод устранения признаков недуга. Доктора препятствуют возникновению сердечных заболеваний, используя бета-блокаторы. При развитии гипотериоза применяются синтетические заменители гормональных компонентов. Искусственными гормонами возможно контролировать выработку настоящих в щитовидной железе. Постепенно количество уменьшают, пока не будет преодолен гипотериоз. Еще один способ контролировать аутоиммунную систему – использование иммуномодулирующей коррекции. Используются специальные прививки, позволяющие укреплять иммунитет. Обязательно пациентам с диагнозом аутоиммунный тиреидит нужно регулярно делать прививку от гриппа и других заболеваний, создающих опасность для иммунитета. Используются нестероидные противовоспалительные компоненты. Они могут быть в виде таблеток или доктор ставит прививку. Если развивается подострый тиреидит, аутоиммунный тиреидит такой формы лечат с помощью глюкокортикоидов. Иногда происходит разрастание щитовидной железы, и это может повлечь за собой развитие онкологических заболеваний. В таком случае врачи рекомендуют провести операцию по удалению железы. Вверху мы с вами прочитали наличие хронических инфекций, ОРВИ, вирусная инфекция. А где же во время лечения есть упоминание хотя бы о том, что нужно обнаружить патогенного агента и уже бороться с ним, чтобы иммунная система не атаковала ткани щитовидной железы. А нету здесь этого. Почему? Потому что протокол лечения любых заболеваний, в том числе и аутоиммунного тиреидита, спускается сверху, и врачи не имеют права от него отступать. Вот. Дальше мы с вами сможем сейчас посмотреть очень интересную информацию. Вот смотрите, есть такой журнал очень интересный. Успехи современного естествознания. Авторы Комарова М.А. и Шилов Д.Ю. И здесь, вот смотрите, статья «Роль вирусных инфекций в развитии тиреоидита». Актуальность изучения проблем тиреоидита связана с исключительно быстрым ростом заболеваемости, а также высокой степенью инвалидизации, особенно людей, заболевших в детском возрасте. Многочисленными исследованиями доказана аутоиммунная природа тиреоидита, которым страдают дети и подростки. Целью работы являлось установление морфологических и иммунологических особенностей тиреоидита при вирусных инфекциях. Вирусные инфекции обычно являются основным экзогенным фактором, то есть тот, который провоцирует развитие болезни извне, подострого тиреоидита и аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Дальше вот здесь сами уже прочитаете, я вот выдержки только, да, те, которые действительно интересны. Имеются прямые доказательства наличия вирусов или их компонентов в органе, мишени, в данном случае в щитовидной железе. При подостром тиреоидите обнаружено наличие ретро-вирусов, пенистый вирус человека, при болезни Грейвса, диффузный токсический зоб, присутствие ретро-вирусов Т-лимфотропный вирус человека первого типа, ВИЧ и вирус СВ-40. При тиреоидите хошимота присутствие HTLV первого энтеровирусов, вируса краснухи, вируса эпидемического паротита, вируса простого герпеса, вируса Эпштейна-бар. Эпштейн-бар это тоже разновидность вируса герпеса и парвовируса. То есть вы можете теперь сделать вывод из того, что аутоиммунный тиреоидит образуется не просто так. Наша иммунная система не просто так атакует те или иные органы или ткани. Иммунная система атакует органы и ткани только в том случае, когда там есть инфекционный агент, который там поселился. И конечно же иммунная система туда направляет все свои силы. В данном случае в щитовидную железу. И вот еще одна интересная статья на сайте Кибер-Ленинга. Подострый тиреоидит как проявление генерализованной хламидийной инфекции. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Москва. Итак, установлено, что возбудитель урогенитальной хламидийной инфекции может обуславливать инфекционную патологию различных органов и систем человеческого организма. Предоставлено клиническое наблюдение больной с подострым тиреоидитом, который развился вследствие генерализации хронической урогенитальной хламидийной инфекции. Указанное выше свидетельствует о необходимости скрининга на хламидийную инфекцию при инфекционно-воспалительных заболеваниях различной локализации. При этом важным лабораторно-диагностическим критерием генерализованной формы хронической хламидийной инфекции является обнаружение хламидий в мазках периферической крови и в лейкоконцентрате венозной крови, хламидемия. Необходимо мониторинговое обследование больных в течение длительного времени после проведения комплексного лечения с целью своевременного выявления предупреждения рецидивов. А почему бывают рецидивы? Потому что наряду с хламидийным поражением может быть и трихомонада в организме, а внутри трихомонады хламидия прячется и может там находиться очень долго. Об этом я уже рассказывала в своих роликах о хронических заболеваниях. Итак, дальше можем здесь вот посмотреть с вами. Урогенитальный хламидиоз одна из наиболее распространенных инфекций. В мире ежегодно достигает 100 миллионов человек заболеваемость, в том числе в России более полтора миллиона человек. Согласно данным многочисленных исследований, урогенитальным хламидиозом поражено от 40 до 80% женщин и около 50% мужчин с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочеполовых органов. В 80% случаев урогенитальный хламидиоз протекает бессимптомно, что существенно затрудняет диагностику и способствует как распространению болезни, так и раннему развитию осложнений. Так, дальше. Но нас больше интересуют именно данные о щитовидной железе. Гематогенное распространение возбудителя наиболее часто наблюдается при заболеваниях, вызванных урогенитальным хламидиозом. Почему единичные? Потому что при заболеваниях щитовидной железы, в данном случае при аутоиммунных заболеваниях, никто не делает именно исследования на хламидийную инфекцию. Поэтому вот единичные сведения имеются, да, и это только в институте. Состояние щитовидной железы при хламидийной инфекции. У новорожденных с внутриутробной хламидийной инфекцией, это когда мать беременная, больна хламидиями и уже рождается ребенок, выявлена транзитарная гипертериотропинемия с существенным увеличением тиреотропного гормона, что требует своевременного лечебно-профилактической коррекции. Известно, что подострый тиреоидит Д. Кервина, воспалительные заболевания щитовидной железны, преимущественно вирусной этиологии, сопровождающиеся декструкцией тиреоцитов и появлением антитиреоидных аутоантител. Так что самое интересное, смотрите, в литературе отсутствуют данные об атеологической роли хламидии в развитии этого заболевания. Поэтому, конечно же, врачи, которые являются эндокринологами, которые случайно попадут на мой канал и посмотрят этот ролик, будут протестовать с этими утверждениями. Почему? Потому что в учебниках нет этих данных, что поражение щитовидной железы, в данном случае аутоиммунное заболевание, может развиться на фоне поражения щитовидной железы микробными или вирусными агентами. В данном случае вот вирусы, мы с вами читали, потом хламидийная инфекция. То есть из всего вышесказанного вы, как грамотные люди, можете сделать вывод, что просто так щитовидную железу иммунитет атаковать не может, как и другие органы. Значит, там есть вирусный или микробный агент, которого, собственно, и атакует иммунная система. Но этот агент может прятаться внутри клеток. Вот поэтому такое заболевание и развивается. То есть при аутоиммунном заболевании щитовидной железы обязательно нужно проверяться также и на наличие вирусов, и на наличие каких-то других инфекций, в том числе вот и хламидий. И обязательно выявится, что где-то есть какой-то патогенный агент, который, собственно, и провоцирует иммунную систему. Вот, собственно, то, что я хотела вам сказать. Ну а на сегодня это все. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Напоминаем, информация на канале дана для ознакомления. Перед ее применением посоветуйтесь с врачом. Если ролик был вам полезен и интересен, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. Ну а на сегодня это все. До следующих встреч. Пока!